Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова. Напомню, что гостьей предыдущей программы была выздоравливающая алкоголичка, которая не пьет уже более пяти лет. По рассказам самой героини, ее детство было очень тяжелым, смерть отца и насилие было со стороны взрослых. И вот как раз в интервью она вспоминала, как она осознала свою зависимость от алкоголя, как нашла силы справляться с ней. Программа «Выбор» есть в Ютубе. Я напомню, наша страница «Радио Болтком». Вы также можете послушать и посмотреть. Сегодня мы также говорим об алкогольной зависимости. Если у вас в семье есть такая проблема, есть волнующие вас вопросы или вы хотели бы поделиться своей историей, то звоните нам. Также можете задавать вопросы и нашему гостю. В студии у нас сегодня выздоравливающий алкоголик Артур. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и номер WhatsApp 230-6191. И вот я начала программу с истории нашей гости, с истории ее детства. Что касается вас, когда я спросила вас насчет формирования зависимости еще в детстве, вы сказали мне, что не хотели бы перекладывать ответственность за то, что случилось с вами на кого-то. Вот это вот так вы выразили. Но все-таки, когда начала формироваться ваша зависимость, 28 лет вы уже, вы употребляли алкоголь, 28 лет. Да, именно 28 лет я употреблял и 4 года и 2 месяца я уже не пью. Как она начала формироваться, это до сих пор, по-моему, является тайной, нет однозначного ответа. Кто-то говорит, что это в основном генетика, кто-то говорит, что это обстоятельства детства, кто-то говорит, что это обстоятельства подросткового возраста. Но это не суть дела, это не важно. Но как вы считаете, все-таки? Вы даже не сказали, что... Я думаю, это комплекс, комплекс всяких причин и действительности. Даже тратить время на то, чтобы понять, как у меня это появилось, мне нисколько не поможет оттуда выйти. Потому что мне надо действовать здесь и сейчас, сегодня, чтобы продолжать выздоравливать каждый день, только сегодня. Ну, в 12 лет вы впервые алкоголь попробовали? Да, я попробовал в 12 лет, мне очень понравилось. Практически сразу. Это состояние, которое алкоголь или другое химическое вещество, оно даёт, чтобы временно заполнить то, чего нет. Многие говорят, зависимые, сравнивают это чувство пустоты с пустым колодцем, с чёрной дырой. Именно так. Было что-то похожее? Как вы бы написали? Это такая, как очень часто используется термин «дыра», которую невозможно заполнить ничем, и которая постоянно тебя гложет, даёт тебе ощущение дискомфорта, ощущение какой-то своей ущербности, того, что ты хуже остальных, что все другие, все лучше тебя. И тут очень просто и очень быстро алкоголь это заполняет. И он работает, он работает хорошо. В моём случае он работал долго. И причина, по которой я лично, и я слышу, что и другие, но я могу говорить только о себе, по которой я решил от этого уходить, потому что последствия употребления стали невыносимы. Они стали такие, которые дальше терпеть было невозможно. Давайте сейчас послушаем состояние вот этого, когда терпеть больше невозможно. Описывал один из наших гостей. Он наркоман, но чувства, ну как мне кажется, они могут быть схожи. Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем. Чувства. Я был у себя в родном городе на фейерверке новогоднем со своей семьёй. У меня в руках была бутылка шампанского. Я пил шампанское, да, и в тот момент я очень хорошо идентифицировал свои мысли о том, что мне абсолютно неважно, что сейчас за день, что за повод, что за мероприятие. Да, что самое главное для меня то, что сейчас в моей руке алкоголь. И я вспомнил свой Новый год, самый первый Новый год, когда я был в местах лишения свободы. Как бы это не самое лучезарное место, да, то есть, ну, но я испытывал вот эту вот детскую радость внутри, вот это волшебство ещё маленькое, да. И у меня прошло это сравнение, я понимаю, что тогда я был как бы лишён всего именно в ту ночь. А в эту ночь как бы у меня есть многое, да, то есть такое изобилие своего рода, да. А я, ну, я понял, что я закончился. Я закончился, всё. Ну, вот зависимые люди в этой студии рассказывают мне о том, что чувствовали к себе во время своей зависимости. Какие это были переживания, эмоции, как правило, говорят и о чувстве стыда, и о саможалости, и гневе, и неудовлетворённости, ненависти даже. Какие чувства были свойственны вам? Вы знаете, я вот некоторый раз записал вещи, которые для меня были важны перед тем, как к вам приходить. Но действительно, очень важный момент, почему люди хотят вылезать из этого всего, это то, что окружающие, члены семьи, друзья, коллеги по работе на тебе ставят крест, очень часто ставят крест и считают, что ты безнадёжен, но совесть, она есть, она есть и она работает. И это очень больно, это мучение морально, они действительно, они невыносимы, они невыносимы. И вот этот очень важный момент, который даёт ещё один импульс, сделать этот шаг туда, шаг к выздоровлению, шаг к тому, чтобы жить трезво. Ну, а чувство любви, оно было у вас по отношению к себе в момент зависимости? Потому что все, как правило, говорят о негативе. Нет, но это подмена, подмена чувствам жалости. Чувство жалости, оно было, самая жалость, вот оно гипертрофированное, оно огромное, как Вселенная. Оно такое большое, что ты в нём находишься постоянно. Только в некоторые моменты, начало употребления, когда вот это вот, ах, это первые вот эти вот первые рюмки или что-либо ещё, вот тогда оно уходит. Причём это работает быстро, это работает сразу, это работает вот так очень хорошо. И только, как я говорил уже, последствия, когда становятся невыносимы, тогда от этого приходится уходить. А что заставляло выпивать снова и снова? Вот одна из моих гостей говорила о том, что как будто казалось, что этот вот фильм, я смотрю этот фильм, и я знаю, как он закончится, но каждый раз мне казалось, что он закончится иначе, что финал будет другим. Хотя я изначально знала, чем всё закончится. Я знаю, что будет The End и какой будет конец. У вас тоже было такое ощущение, что финал будет измениться? Это безусловно, это, вот это и есть, конечно, я много читал литературу нашей, не только нашей, вообще вот этой вот, по выздоровлению. И это один из таких мне штампов, который мне очень нравится, который даже не штамп, это больше цитата, что это действительно состояние безумия делать те же самые действия и предполагать, что будет другой результат. А действия всё те же, а результат хочется, чтобы был другой. И всё равно делаешь те же самые действия. И пример, пример, да, я знаю, что завтра важная встреча. Я никак не могу на неё опоздать, я никак не могу её пропустить, и я должен быть там во всеружии, бодрый, трезвый, с ясной головой, со всем этим таким состоянием. И, ну, вечером я решаю немножко выпить, ну, немножко, совсем чуть-чуть. Когда выпиваю первую рюмку, я передумал. Встреча уже не такая важная. И я, скорее всего, смогу туда пойти и так. А если не смогу, так это не важно. Её спокойно можно отложить, её можно перенести. И так каждый раз. Каждый раз. У нас есть сейчас звонок, надевайте наушники, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что алкоголизм – это болезнь. Но лично я в это не верю. Ну, допустим, это болезнь. Вот как бы вы хотели, чтобы вас лечили? Или медикаментами, так сказать, или трудотерапией, или ещё, или, может быть, поликлинику для вас создать. Вот что бы вы лично хотели? Спасибо. Спасибо вам. Ну, кстати, один из наших гостей, продолжая реплику нашего радиослушателя, сказал, что алкоголизм – это не болезнь, это зависимость, это лекарство от болезни. А болезнь – это сама жизнь. Ну, вот что вы можете сказать? Спасибо за вопрос. Конечно, тут это больше такая игра терминологии. На самом деле это болезнь. А что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы люди услышали, что есть такой способ лечения, который помог мне. И я не могу… Я пробовал и медикаментозные варианты, я пробовал эти кодировки. В Советском Союзе очень долго и очень интенсивно пытались лечить алкоголиков трудотерапией, но это не работает. Это не работает. В наших краях это нет официального признания. Но, например, в Америке алкоголизм записан… У него такие есть определения. Он записан в список болезней, он входит в список страховой медицины, если я не ошибаюсь. И он записан как прогрессирующая, неизлечимая смертельная болезнь. Так что всё просто. Или принимаешь какой-то из вариантов лечения. Я могу говорить только за наш. Или… Или… Один из зависимых алкоголиков говорил о том, что самое большое, что он потерял, это время употребляя алкоголь. Вот в поисках утраченного времени. Знаете, как просто. Ещё одна аллегория, которую я вот запомнил для себя, потому что она близка мне, это… Ты спускаешься на лифте вниз, лифт останавливается на каждом этаже, открывается дверь, и выходит всё то, что тебе очень дорого. На этом этаже уходит здоровье. На этом этаже уходят друзья. На этом этаже уходят твои какие-то хобби. На этом этаже от тебя уходят дети. На этом этаже уходят от тебя жена. И так дальше, так дальше, до самого низа, где от тебя уходят жизнь. И вот остановишься ли ты, это уже только твой выбор. Никто тебя не заставит. Это так красиво и так страшно. Вы сейчас записали. Это очень страшно. Это страшно настолько, что словами это трудно описать даже. Но это ведь произошло и с вами. Вы спускались в этом лифте. И от вас ушла жена. Нет, нет. Вот в моём случае это я пытался, убегая от одной женщины, от одной жены к другой, каким-то образом что-то найти. Что-то найти, какое-то счастье, какое-то эфемерное, от меня выскользающее счастье. И потом, может, ну, с первым, ну, я с ними вместе употреблял, но сейчас с теперешним и женой мы этого не делаем. То есть у меня нет в доме запрета на алкоголь. Там приходят гости, но они могут выпить по бокалу шампанского или вина. Я смотрю на это вполне спокойно. Как долго вы отрицали свою зависимость? Ровно столько, пока я её не признал, потому что это вот и есть, это и самый первый, самый-самый первый шаг, когда ты признаёшь её. В глубине дыши ты понимаешь, что это уже всё очень не смешно. Хотя ты бравируешь, ты улыбаешься, ты пытаешься показать, что нет, нет, нет. Я хочу пью, хочу, не пью. Я в любой момент могу остановиться. Но в тот момент, когда ты это признаёшь, уже бывает очень поздно. И самостоятельно это сделать практически невозможно. И страх смерти не пугал? Нет, ни в коем случае. Но он был? Да, конечно. Но не мог остановить? Нет. У меня было несколько случаев, когда действительно был конкретный страх смерти. Когда, например, когда я был закодированный, поднимал эту рюмку, когда всё равно ты веришь врачам, которые тебе сказали, что ты тут можешь умереть. Ты, скорее всего, даже умрёшь, если выпьешь. Это страшно, но ты всё равно пьёшь. И прислушиваешься к организму, как ты начнёшь умирать. Когда это не происходит, тогда ура, можно продолжать. Каким было Ваше дно? Вот Вы сказали сейчас о сравнении с лифтом, который опускается и выходят люди, близкие. Одна из моих гостей сказала о том, что дно — это ниже смерти, имея в виду, наверное, тоже такой страх, когда человек умирает, так и не достигнув дна. Каким было Ваше дно? Когда Вы его ощутили и как? Ну, это тоже опять комплексно, наверное, потому что я не успел потерять многое. У меня была и работа, и жильё, и семья. Но я видел, что это разрушается, это всё размывается, как песчаный из песка сделанный замок на берегу под волнами. И просто всё разбегает в сторону. У меня нет друзей, у меня нет, мой хобби больше мне неинтересно, потому что во время, я больше любитель рыбалки, и не осталось рыбалки, осталось только одно сплошное пьянство во время. И перед тем, как я отправился на первое собрание анонимных алкоголиков, и я поехал на рыбалку. Я поехал на рыбалку один, в Латгалию, и я с собой взял очень немного, потому что я же буду там рыбачить. Но я просто даже почти не вышел из этого домика, я там просидел неделю, это было очень-очень страшно. Это была моя последняя пьянка, после которой я решил, что всё-таки так и так нельзя, потому что это уже всё, это уже конец. Вот это был, наверное, конец, да. Какая самая страшная мысль посещала вас в момент зависимости, может быть, ужасающая? Были ли такие мысли? Ну, это очень субъективно. На самом деле, это мысль, которая, что ты никому не нужен, что ты абсолютно бесполезен. Вот, ты бесполезен, ты пустое место. Но это разрушает и ещё подталкивает употребление. Конечно, конечно. Ну, вот зависимый наркоман в нашем эфире, он рассказывал о том, что в момент употребления он говорил, что осознал, что есть эмоции сильнее, чем героин, потому что он вспоминал свои спортивные достижения. И он понимал, что когда вот он однажды преодолел там 16 человек и за какое-то очень короткое время он достиг финиша и победил, вот это гораздо круче, чем употребление. И тем не менее, он сказал, что ну я выбрал лёгкий путь вот этого кайфа так называемого. Вот о чём вы вспоминали, когда были во власти зависимости? Было ли что-то такое тёплое и доброе, о чём вы задумывались? Наверное, уже нет в конце, просто пытался быстрее забыться. Потому что всё вокруг рушилось, мир рушился, я просто хотел забыться. Чтобы мне в трезвости было очень плохо. Проблема алкоголика – это не употребление, проблема – это трезвость. Потому что в трезвости очень плохо. Очень плохо, очень больно, очень скучно. Кому-то скучно, кому-то больно, кому-то просто плохо. Мне было просто плохо. Последнее время я уже употреблял практически каждый день. Практически каждый день. Так что это было? Ну это было плохо. Жизнь в трезвости, сегодня уже более четырёх лет вы не употребляете. Жизнь без алкоголя, она сопряжена с определёнными рисками и соблазнами сегодня для вас? С ними легко работать. Это наработки. Это именно такие вещи, которые нарабатываются. И когда у меня возникает, я не буду кривить душой, говорить, что никогда не возникает никаких соблазнов. Конечно, не возникает алкоголь вокруг. Он полностью социально приемлем. Он легален. Он есть разный в цене. По доступности очень даже бывает и доступный. Но если потерялось… Ну о соблазнах и рисках, да. Соблазны и риски есть, но на сегодняшний день я с ними очень легко справляюсь. Мне даже смешно. Когда это возникает, я улыбаюсь сам себе, что вот смотри-ка, это, мы можем назвать её, не знаю, сила хаоса или какая-нибудь не высшая, а низшая сила. Вот опять даёт тебе соблазн. Но это смешно, это уже так. Вы можете этим управлять. Давайте сейчас послушаем, что нам рассказала наша гостья, вот как раз по поводу рисков и возможных срывов. Первую рюмку, первый бокал, первое вот это вот отказаться спокойно. Мне несложно это сделать на самом деле. Но если я уже выпила одну, да, я потом уже не могу отказаться. Я не знаю, почему это так. Это вот тоже в нашей литературе описано, и много на собраниях об этом говорится, что есть вот такой феномен тяги. Поэтому, то есть, если какое-то вот, как, да, параллель, если проводить с аллергией, да, вот у меня попадает какое-то количество, маленькое количество алкоголя в тело, и оно вызывает вот какую-то тягу на физическом уровне. И я не могу больше ей противостоять. Я не знаю, сколько, сколько вот моя эта доза, да, там, может быть, я конфету прозит съем, и мне там пойду. Я знаю, да, случаи есть, которые срывались. От конфеты? Да, от прозит. Ну, от тащинки. Да, 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 если там сильно много алкогольное, да, типа нормально, а потом уже после пятой конфеты уже, ну, что там уже терять, да, как бы. То есть, так не рекомендуется вот при, как сказать, когда перестаёшь пить, начинаешь вести трезвый образ жизни. Например, лекарства, там, на спирту, да, я тоже до сих пор не пью, просто потому что я не хочу рассказать. Ну, вот такой комментарий. Что может быть самым трудным, наверное, в начальном этапе выздоровления для алкоголиков? Ну, самое трудное просто поверить, что без этого есть ещё жизнь, мир и что-то ещё, потому что долгие годы вся жизнь строится вокруг. Хобби, друзья, знакомые, работа, времяпрепровождение, распорядок дня, всё строится вокруг этого. И если это сделать грамотно со стороны алкоголика, то это всё будет сопутствовать и помогать употреблению или хотя бы не мешать. Я у себя по дому находил всякие запрятанные вещи ещё, наверное, хороший год, потому что я уже сам не помнил, что у меня было припрятано на всякий случай. Да-да-да, да. И вот когда вся жизнь построена так, кажется, что без этого жизни нет. И если я откажусь от этого, то как я буду жить? Жизнь, кажется, невозможной. Но на самом деле для меня было открытие такое, что есть очень много людей, которые не пьют, есть очень много всяких занятий, при которых не надо пить, есть очень много... Есть вещи, которые гораздо приятнее и веселее делать трезвым. В неделе появляются новые дни, сразу. Появляются как минимум несколько новых дней, которых не было раньше в принципе. Понедельника у меня не было в принципе как дня вообще. Он был просто такой... Его надо было перетерпеть. Это такой страшный день, который надо каким-то образом выжить, и тогда можно жить дальше. Если я выживу в понедельник, всё, тогда будем жить дальше. Что-то мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Программа «Выбор» мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях выздоравливающий алкоголик. Артур, здравствуйте. Здравствуйте ещё раз. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете звонить и задавать вопросы. Вот до перерыва мы с вами говорили о сложности увидеть и привлекательность трезвой жизни. Наверное, это одно из самых трудных таких этапов в процессе выздоровления. Для вас почувствовать жизнь без алкоголя, как проходил этот этап? Он очень быстро прошёл, потому что как только я начал движение в сторону именно выздоровления, начал делать действия, всё время очень заполнилось моментально, оно заполнилось действиями. Я делал это, потом делал это, я старался быть полезным другим людям, я очень быстро заполнился. Теперь и на сегодняшний день у меня даже нет времени об этом задумываться, потому что я, если что-то, где-то, какая-нибудь встреча или с кем-то договорённые занятия откладываются, я просто рад. У меня есть тысяча вещей, которые ждут, у меня есть, начат их читать, я помню, сейчас пять книг, которые начат, и нет времени их читать, прочесть, к сожалению, а очень хочется. Мне даже нет времени скучать. Опять же, я столько лет воровал свою любовь, своё время, своё участие, свою заботу, своих близких. Мне им надо это вернуть. Компенсировать. Да, мне надо им это вернуть, я в неплатном долгу. Я никогда не смогу вернуть своей маме то, что я у неё забрал. К сожалению, не смогу. Я могу только сейчас стараться быть к ней максимально добрым, тёплым, любящим сыном. Но то, что я ей устроил в это всё время, когда было употребление, это невозможно компенсировать. Что касается методов лечения, вы говорили о том, что пробовали кодирование. Да. И это было неэффективным для вас. Что помогло? Сейчас, глядываясь назад. Глядываясь назад, мне помогло то, что я когда-то посмотрел старый голливудский фильм «Меня зовут Билл Даблью», который рассказывал об анонимных алкоголиков. И этот вот заряд у меня сидел в голове много лет. И тогда, когда больше мне ничего не помогало, я решил попробовать этот последний вариант. Я нашёл в интернете список собраний в городе Риге, подобрал ближайшую себе удобную по географии. Я туда пришёл, я вот до сих пор хожу каждую неделю на это собрание. Как вы наткнулись на этот фильм? В этом был какой-то определенный символизм? На одном из собраний уже года три назад мы делились тем, кто и как узнал о сообществе. И это очень интересно, потому что очень многие люди знали об этом за несколько лет до прихода. У них как-то лежали эти визитные карточки в машинах или в карманах. Они потом случайно на них натыкались. Но я не берусь тут говорить о действиях. О проведении каком-то, да. Но мне кажется, это безусловно так. Да, я почему вас спросила, потому что многие как раз отмечают, что действительно эти визитки, они находились в нужный момент. Каким-то таким образом, но это, наверное, и хорошо. Вот когда вы впервые почувствовали свободу от зависимости, когда почувствовали свободу для жизни, наверное, какие это эмоции? Ну, а это свобода. Это свобода после очень долгих лет отсутствия этой свободы. Это трудно описать. Причем это, вот этот момент очень часто происходит вот так. И даже прислушиваешься к себе, и хочешь услышать вот эту тягу, это что-то, что тебя толкало, и этого нет. Это странно. Это странно. Ну, это очень быстро, очень быстро к этому привыкаешь, потому что это действительно свобода. Это свобода. Это неописуемо хорошо. Действительно так. Это чувство большой радости. Конечно, конечно. Это супер положительная эмоция. Еще одно вещь я отметил, что надо сказать, что это еще была для меня личная свобода от необходимости носить тысячу масок, притворяться, врать каждый день, много раз, помнить о том, что кому ты наврал, и эту всю вот сценарий держать в голове, и постоянно быть в этом напряжении. И от этого тоже освободиться было просто нереально хорошо. Это срывание масок. Да, да, потому что, ну это опять же, тут надо смотреть, когда у тебя их слишком много, ты забываешь, что кто-то на самом деле. И ты тогда вот должен вспомнить, как кто-то на самом деле. Опять же, если семья тебя не видела другим, ты для них новый человек. Надо с ними опять познакомиться, как вот новый, новый я. Они всегда, конечно, и всегда будут очень привлекательны, потому что они его не знают. По алкоголикам легко манипулировать. Очень легко манипулировать. И управлять. Получать с него все возможное. Как в семье, так и в обществе, так и на работе. Давайте еще послушаем один отрывок, рассказ выздоравливающего наркомана о радости жизни сегодня и о тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, чтобы эти радости ощутить. Давайте послушаем и после обсудим. Может быть это так как-то откровенно будет звучать, да. Но я реально понимаю то, что в моей жизни сегодня ничего не может случиться такого, что по уровню эндорфина в моем голове оно даже рядом не встанет с употреблением. Никогда. И именно из-за этого ты не можешь радоваться. Тебе всегда нет вот этого вот количества эндорфина. Оно нигде не подскакивает. Ни в какой ситуации. То есть если простой человек, независимый, может там вкусно поесть, там что-то сделать, он там наслаждается жизнью, да. И, ну, то есть у меня там был случай, например, когда, ну, образно говоря, я сижу вот там в кругу близких мне людей, да, там приготовили какой-то особенный торт, да. Все им наслаждаются. Просто за этот вопрос, ну вот там, ты там, как вот эмоции там у тебя. И я поворачиваюсь, смотрю на них, да, мне как бы абсолютно безразлично, торт это, да, или что это, да. То есть они радуются в этот момент. Я на них смотрю и говорю, а вы пробовали когда-нибудь опиаты? Ну, это вот мой ответ на вопрос, да, потому что и вот из-за этого тяжело научиться радоваться, вот это вот счастье испытывать, да, потому что, ну, но иногда оно приходит. Вот вам знакомо это? Я об этом думал перед нашей сегодняшней встречей, и я для себя все-таки нашел такой один момент, от которого я вспомнил, что вот эти все годы, и не только употребление, вообще детство до употребления, все было закрыто на мне самом. Я пытался максимально набрать радости для себя любимого. Вот это эгоцентризм, эгоизм, вот это вот все, это главная причина. И тогда вот уже в выздоровлении только я научился чувствовать радость от того, что я могу быть полезен другим. Я могу радоваться тому, что радуются другие люди, и близкие, и не такие близкие, и вообще просто люди. А тогда для радости есть очень много поводов, очень много поводов. И действительно таких всплесков, вот это же тоже варианты зависимого человека, когда сначала или очень плохо, или очень хорошо, сейчас ровно. И вот в этом уже тоже есть радость, потому что я точно знаю, что мне не будет вот этих падений в эту бездну, когда ужасно. Пускай мне лучше не будет этих вот пиковых состояний радости, таких вот. Хотя они бывают, они бывают по разным поводам. Может, не такие пиковые, но они точно бывают. Но лучше мне этих не надо падений, какие бы. Вы сказали о сосредоточенности на самом себе, но только на своих каких-то радостях, целях. А я вспоминаю такую аллегорию, что ты можешь пробить лбом стенку, но что ты будешь делать в соседней камере. То есть, по сути, наша тюрьма, она внутри нас. Так можно сказать и в отношении зависимого человека. Я про тюрьму такую тоже, это тоже личный мой опыт, что я с самого детства начал копить в голове список людей, кому я должен отомстить. Потому что вот я был маленький, обиженный, злобный мальчик. И вот с того времени главное мне было не забыть. Не забыть ни одного из них. Как в «Огрие престолов». Если вы смотрели, там как раз героиня, она перечисляла перед сном каждый раз список. Вот, 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 вот. И причем я вот это проигрывал себе в голове. И всю эту вот мизансцену, как это все произойдет. Я дождусь, и я обязательно дождусь. И потом с этими же людьми я говорил, я с ними, я извинялся, я нашел то, что я им сделал плохого. И они уходили, уходили, уходили из этого списка. Но на самом деле, вот опять же, из нашей всей сферы, из такого сравнения, что если все эти люди находятся в тюрьме, эта вся тюрьма находится у тебя в голове. Но ты тюремщик в этой тюрьме, и ты находишься с ними в той же тюрьме. Отпустив их, ты сам выходишь на свободу. Да, но это, конечно, действительно очень так страшно все-таки, когда ты должен это осознать сам для себя. Принять это и осознать в своей голове. Ведь твоя голова, она тоже подчинена этой алкогольной зависимости, ты находишься в ее власти. Конечно. Вот наш радиослушатель, он сказал о том, что, ну, про болезнь, да, был вопрос у него. И все-таки иногда, нередко в народе говорят, что алкоголизм – это, в первую очередь, вседозволенность. Отсюда все идет. Вот вы сказали, что у вас был определенный список людей, которых вы, ну, возможно, обвиняли в своих руинах, да? А что касается вседозволенности вот этой вот истории, как вы к этому относитесь? Определяют распущенность? Я, наверное, с этим не соглашусь, только по той причине, что алкоголики были всегда, и неважно, в какой исторической эпохе, в какой стране, с каким регулированием потребления, это все равно было и было массово. Вспомню, Америку во время сухого закона. Что из этого получилось только, что родилась американская мафия. Вот и все, больше ничего. Вон, если взять какую-нибудь, я не знаю, страну, где все закрыто, по-моему, я помню про Иран что-то, там я не помню про алкоголизм, но в сообществе ней там находится, по-моему, порядка 900 тысяч людей. Ну, там наркотрафик. Да-да-да. Но просто дозволенность или недозволенность не влияет. Конечно, когда можно пойти и купить в любом магазине, с этим нет проблем. Но тут в соседних странах с нами пытаются регулировать тем, что еще меньшее время, когда можно приобрести, но это не работает. В Скандинавии есть специальные магазины, где напитки крепче 3% можно купить только в специальных магазинах, в которых еще меньше рабочее время. Все равно все там нормально происходит. Все происходит нормально. Так что это, наверное, это, ну, есть, считается, что порядка 10% всех людей имеет какие-то зависимости. Какие-то зависимости. Ну, а, кстати, что касается понижения, повышения акциза на алкоголь, как вы думаете? Потому что медики высказываются о том, что это действительно может и способствовать употреблению пониженный акциз. Ну, и, соответственно, цены. Ну, опять же, вернуться к странам, которые вот тут недалеко на пароме за ночь могут туда дойти. На это скандинавские страны там очень большие цены. Но влияет ли это? Ну, может быть, они немножко меньше употребляют, но это не решает проблему точно. Это точно не решает проблему. Возможно, проблему может решить просвещение, проблему может решить вот это, например, то, чем мы занимаемся с вами сейчас. Чтобы люди понимали, что это такое. Что это не распущенность, это не отсутствие силы воли, это не разгильдяйство. Это действительно проблема. Точно сейчас я знаю, что в Америке люди, которые знают свою генетическую предрасположенность к этому, даже не пробуют алкоголь. Даже вообще его не пробуют никогда. Потому что там уже больше 80 лет идет просвещительная работа. Как понять, зависим ты или нет? Потому что, опять же, вот гостья моей программы говорила, что на протяжении долгого времени, да и многие говорят, что говорили себе о том, что все у меня нормально, у меня все в порядке, и так все делают. А как понять, зависим ты или нет? Вот на ваш взгляд, какие есть способы, чтобы это определить? Ну, этих способов есть очень много, но там несколько таких классических способов для определения у себя алкогольной зависимости. Возьми, налей себе немножко, граммов так 100, выпей одну, вторую, и потом остановись. И завтра сделай то же самое. И послезавтра сделай то же самое. Но не увеличивай. Если сможешь, так недельку, возможно, у тебя и нет этой проблемы. Но это не значит, что она у тебя когда-нибудь потом не возникнет. Потому что это очень индивидуально, как это развивается, возникает, в каком возрасте, как быстро прогрессирует. Это невозможно сделать никаких обобщений. Это очень индивидуально. Очень индивидуально. Потому что одной рюмки, как говорят алкоголики, мало, а тысячи уже недостаточно. Ну, для меня вот это именно хорошее определение, когда я вот… Я знаю, что завтра мне надо быть полностью бодрым, здоровым, чтобы я мог сесть за руль. Но я выпиваю от верюмки, и я передумал. И вот я передумал. Всё. Всё не важно. Важнее вот сейчас расслабиться. Я же так устал. Я так напряжён. Мне очень важно расслабиться. Да? Давайте ещё послушаем небольшой отрывок из интервью «Зависимая алкоголичка». Как она осознала, что её жизнь полностью алкоголю подчинена. Моя последняя, ну, как я это называю, не запой, а, наверное, пьянка. Вот был мой день рождения. Дрожащие руки вас испугали, когда вы проснулись. Да, эти руки. Я проснулась, руки трясутся. Мне плохо. Я вспоминаю обрывками что-то, как я вообще там как-то ползла там домой. Мне тошнило меня. И всё это, ну, вообще некрасиво, конечно. Особенно там, ну, для женщин это неприятно. Это неэстетично очень сильно, да. И я проснулась в одежде поперёк кровати. Как-то голова там где ноги. И всё эти дрожащие, трясущиеся, да, не дрожащие, а трясущиеся, конкретно трясущиеся руки. И моя первая вот мысль, что вот я сейчас в холодильнике пойду, там пиво, я его возьму. И всё, и мне сразу хорошо станет. Мне нормально станет. И я не знаю, что случилось в тот момент. Я у меня, ну, у меня в голове просто стала вот это звучать такая громкая мысль, что я алкоголик. Также гостья сказала о том, что есть такой парадокс вот этого дня, когда звучала эта мысль о том, что она алкоголик. Это был самый ужасный и одновременно самый счастливый день в её жизни. Вот вы тоже однажды это пережили? Я пережил огромное облегчение тогда, когда я пришёл на собрание, и я узнал, что это не, что это болезнь. Я вот, вот для меня это было действительно огромное облегчение, потому что это не моя вина. Это не моя вина, я болен. И если я болен, и если тут есть лекарство, назовём его так, значит, я могу лечиться. И для меня это было огромное облегчение. А то, что я алкоголик, это, ты же себе врёшь, да, ты говоришь, всё нормально. Но на самом деле ты понимаешь, что уже давно всё ненормально. Давно всё ненормально. У нас говорится в литературе, что люди понимают, что проблема у них, что у них есть такая большая проблема гораздо позже, чем с ней они могут справиться со своими силами. Гораздо позже. Между этим пониманием и этим вот моментом, когда что-то можно сделать, проходят годы. А то, что всё нормально, так можно спросить любого, неважно, в каком состоянии, в каком социальном положении он находится, он скажет, всё нормально. Я немножечко ещё сейчас вот отряхнусь, соберусь силами, и всё, у меня будет хорошо. Я могу пить, могу пить, могу не пить. Это я решаю. Это вот, это заблуждение. То есть обнаружить на ранней стадии, это практически, осознать на ранней стадии, это практически нереально. Почему? Самое действительно приятное то, что, ну, приятное, назовём это в кавычках приятное, что сейчас люди приходят в молодом возрасте. Они не успевают ни потерять здоровье так, как люди, которые приходят, ну, уже в среднем возрасте или даже в пожилом. Всем, всем добро пожаловать. И для всех есть и наша любовь, и наше желание помочь, и возможность помочь. Только если ты пьёшь 15 лет, или ты пьёшь 20 лет, или ты пьёшь 5 лет, ты за это время успеваешь меньше разрушить себя и свой мозг, и свой организм, и своё духовное состояние. Так что просто, а сейчас люди начинают приходить в более молодом возрасте, и это хорошо. Значит, они раньше понимают. Они раньше понимают и выздоравливают раньше. Вот ещё один эпизод из интервью одного из наших зависимых гостей. Давайте поставим и поговорим об этом. Болезнь очень коварная, прогрессирующая, и ещё и смертельная. И как бы этот вот спад, так скажем, ну, не спад, наверное, болезнь-то прогрессировала, да, а жизненный уровень, он спадал, и очень постепенно, незаметно, и не было никакого определённого щелчка, да. Потому что болезнь шла, она жила со мной параллельно своей жизнью, да, а я жил как бы не замечая болезни, да. И это всё шло так постепенно-постепенно, пока какой-то роковой случайность, да, не сделала вот такой момент в моей жизни, что сплетение обстоятельств, да. То есть в течение обстоятельств, допустим, одно обстоятельство затронуло другое, пошёл такая, как бы, ну, наверное, волна, что ли, и очень эмоционально резкий спад, да, и это, наверное, скорее всего, больше сама жалость, да. То есть я оказался один, наедине сам с собой, между мной и бутылкой больше никого не было. Вот это осознание, что алкоголь твой лучший друг, и ты наедине вместе с ним, он наедине с тобой, и между вами просто больше никого нет рядом, это было вам свойственно? Конечно. Это же тоже такие классические, классические периоды, классические периоды, когда, первый, алкоголь твой друг, вторая, алкоголь твой враг, а третья, алкоголь твой повелитель. Ты ничего не можешь сделать, ты подчинён полностью. Он поливает всем, всё, всем твоим поведением, твоим, ну, как ты тратишь деньги, потому что ты должен обязательно оставить там эту часть, там, ну, наверное, не надо тут рассказывать так, уже детально это понятно. Ну, такая дружба, она... Дружба – это не дружба, это просто он тебя использует до конца, и ты умираешь, вот и всё, так заканчивается, это дружба, вот и всё, это неизбежно. Вот несмотря на то, что и Всемирная организация здравоохранения нам утвердила понятие алкоголизма как болезнь ещё в 52-м году, если я не ошибаюсь, вот об этом всё-таки говорят зависимые иначе, я уже приводила в пример цитату одного из наших гостей, ну, в частности, вот зависимый игроман и алкоголик Андрис, вот что он сказал нам о том, как он воспринимает свою зависимость сегодня. Давайте послушаем. Видите, для меня, по-моему, зависимость – это не болезнь, это лекарство, это анестетика. И тогда возникает вопрос, а лекарство чего? От того, что внутри. Да, а что тогда болезнь? А по сути дела, я могу сказать, что, наверное, болезнь всё-таки моя жизнь, она больна, и я её подлечивал как-то, ну, как бы, ну, если голова у меня заболит, ну, я возьму таблетку, голова перестанет болеть, ну, и хорошо, ну, и ладно. Да, ну, это, в принципе, то же самое, что я и алкоголик, я не только азартнозависимый, да, и это легче понять, если мы говорим именно об алкогольной зависимости. Вот вы согласитесь с этим высказыванием, о том, что зависимость – это лекарство, и необходимо ли это обезболивать? Ну, наверное, я всё-таки скажу своё мнение, это моё мнение, я говорю о себе, и я не берусь судить о мнении другого человека, но для меня это не болезнь, это, ну, алкоголь мог быть, мог алкоголь, мог быть анестетиком, да. Когда, когда плохо, когда больно, он анестезировал, и он давал забытье. Я забывал, забывался на какое-то время, но побочный эффект действия лекарства стал невыносимым для меня. Ну, так что я не могу сказать, что это лекарство, и это всё-таки вернёмся к понятию пустоты внутри. Да, с чего мы начали. Пустота, её можно заполнить не только алкоголем. И вот этому меня научили. Когда я заполняю что-то, заботой о других, любовью, всеми этими вещами, тогда ты полон, и тебе не надо это заполнять алкоголем. Тебе больше не нужна анестетика. Это то, в чём вы сегодня видите счастье. Да, 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 именно так. Вот один из наших гостей, зависимый наркоман, он говорил о том, что сегодня в трезвости есть ощущение, что тебе всего мало. Ну, это, наверное, не сегодня в ощущении трезвости. Это же, это же главное, был лозунг всегда по его отреблению «Ещё». Да, но это и в трезвости его, с ним соседствует это чувство, оно продолжает с ним жить, что мало там, условно, машина, нужно ещё другую машину, там, мало играю в футбол, нужно ещё, мало общаюсь там с друзьями, надо пообщаться ещё. Вот это вот и в трезвости присутствует, и преследует, может быть, даже. Ну, это, наверное, часть, это попытка употреблять вот эту радость так же, как какие-то вещества. Да, потому что если мне хотелось всегда ещё, 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 пока я не упаду, но если я буду играть в футбол, я тоже упаду, только я упаду от усталости. Ну, мера нужна, мера, конечно, нужна, и когда я вижу, что я начинаю употреблять какое-то там, не знаю, своё времяпровождение похожим образом, ну, это замечаешь, это замечаешь. Это же как, ну, если интересная книга, то что, читать до утра, а потом не спать и идти на работу совсем без сна, ну, такое сравнение, наверное. Конечно, если только открываешь этот вот клапан контроля, да, конечно, хочется так употреблять, потому что так употреблялось всё, всё полностью, всё употреблялось таким образом. Ещё, 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 мало. Два слова, мне и ещё. Мне и ещё. Ещё, ещё, ещё. Так что, это нормально, это состояние зависимого человека, оно такое перманентное. Перманентное. Но это проходит. А вот это желание употреблять, надо тогда посмотреть. Ты помогай другим, а ты помогай другим ещё. Помогай, помогай, только смотри, чтобы это было не только там вот в одном направлении, потому что есть ближний круг, семья, есть работа, ну, в конце концов, есть страна, да, есть какие-то вещи, в которых ты можешь быть полезен всем людям. А вот их вот надо увидеть и постараться что-то сделать хоть немножко. Вот это радость. Да, это радость, это большая радость. Спасибо вам, что пришли к нам в программу «Выздоравливающий алкоголик». Артур был гостем программы «Выбор». Спасибо вам всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.